Очередной конкурс «Лучший по профессии» прошёл в компании «Богатырькомир». В профмастерстве соревновались 24 машиниста роторных экскаваторов в трёх номинациях. Их не останавливали ни сложность заданий, ни палящее солнце. Каждый готов был выложиться по полной, чтобы завоевать почётное звание лучшего. Правильный алгоритм действий и безукоризненное соблюдение техники безопасности – вот чего ждут от них и на конкурсе, и на рабочем месте. После проверки теоретических знаний и профессиональных навыков электрики приступили к поиску неисправности электрооборудования, а машинисты – к выполнению погрузки угля. Многие участвуют уже не первый раз и имеют за плечами первые, вторые и третьи места. Однако каждый год конкурс открывает новые имена рабочих. «Каждый год у нас усложняются и практика, и теория. В данный момент, в этом году было неожиданностью, это всё-таки новые вопросы, более сложные. Из них, я считаю, 40% на общую логику. А в практике, скажем так, машина была не вполне подготовлена к данному соревнованию, но мы все справились, все молодцы, были очень тяжёлые конкуренты, все профессионалы». Поиски лучших работников прошли и на других участках разреза. Машинисты ковшовых экскаваторов также боролись за победу. После теории богатырцы выполняли практические задания, состоящие из трёх этапов. Сложно поверить, но мощный экскаватор в опытных руках способен играть в баскетбол. Забросить мяч в корзину с помощью ковша удалось практически всем участникам. «У нас три задания практических. Это задавить гвоздь в доску, второе – попадание мяча в кольцо и третий – перенос ведра с водой в рамку, установка в рамку. Залог успеха на практике заключается в умении управления экскаватором». Перенос ведра с водой в рамку в этом году практикуется впервые. Задача не из лёгких. Любой, даже незначительный порыв ветра усложняет действие в разы. Поэтому часто конкурсанты сталкивались с раскачиванием груза на ковше. Несмотря на большой опыт работы и выполнения подобных заданий в прошлогодних конкурсах, участников в нынешнем году всё же ожидали сложности. «Первые два раза для меня сложно было гвоздь. Самое сложное было. Сегодня для меня было сложное ведро не выполнено. Первый раз, как бы первый это делаешь, это было сложновато. Но потом понял, что можно было всё равно сделать. Потом ребята сделали». Аналогичный конкурс прошёл и среди машинистов шагающего экскаватора. Однако, в силу иных характеристик этой тяжёлой техники, условия игры были немного изменены. Вместо забивания гвоздей перед участниками стояла задача на несколько метров перенести в ковше ведро с водой, не расплескав её. Малейшая неточность по условиям конкурса приводит к потере баллов. Что касается результатов, в отличие от своих коллег, машинисты шагающего экскаватора не смогли попасть с мячом в кольцо. «Я думаю, что условия конкурса ещё надо пересматривать. Дополнительно можно ещё другие виды использовать на следующий год. Из всех, я думаю, что сложно в данный момент с мячом. Потому что ковш у нас, будем говорить, не жёстко связан с конструкцией экскаватора, поэтому сложности есть в данном случае». Свои результаты участники оценивают положительно, но отмечают, что к следующему конкурсу ещё есть над чем поработать. В ходе соревнований отличиться смогли сразу два конкурсанта. Мнения по поводу сложности практических заданий на этот раз разошлись. «Результаты, видите, спорные. Соперники очень сильные, поэтому сейчас сказать что-либо сложно. Ещё у нас впереди тестовые вопросы. И вот от этого результата уже всё будет зависеть, как говорится. Из трёх заданий, наверное, вот ведёрко всё-таки посложнее, чем баскетбол. Баскетбол там всё-таки глазомер нужен, а ведёрко там техника нужна, скажем так». «Наша работа, так сказать, уже всё само по себе делается. Даже это не объяснишь никак. Уже всё на автоматизме. Поэтому путём долгого опыта, ежедневной работы вот так и происходит, что уже даже не можешь объяснить, а делать делаешь». «А задания сильно отличаются от ежедневной работы?» «Ну, в принципе, да. Тут, видите, тут нужна очень сильная точность, расчёт. На работе там немножко у нас операции другие. Ну, единственное то, что когда дункары чистим от глины лопатой, там немножко тоже нужно очень точное движение свои уверенно делать». По итогам конкурса лучшими по профессии 2019 компанией «Богатырь Комир» признаны старший машинист роторного экскаватора Асылбек Бекмуханбетов, машинист погрузки Талгат Акишев, машинист-электрик Игорь Игнатов. Почётное звание среди машинистов-экскаваторов ЭКГ завоевал Олег Редкозуб. Среди машинистов-шагающих экскаваторов Владислав Сартаков. Грамоты, кубки и слова благодарности ждут победителей на торжественном мероприятии 21 августа. Безусловно, конкурс даёт хороший стимул работникам. Ведь от таланта и профессионализма каждого зависит устойчивость и стабильность развития предприятия.